Здравствуйте, дорогие друзья! Друзья, если вы смотрите это видео, то вы находитесь здесь и сейчас, поэтому добро пожаловать в нашу земную матрицу. Сегодня мы продолжаем записывать передачу, связанную с популярной социальной инженерией. В социальной инженерии больше, как правило, вопросов, чем ответов. Но это очень интересный предмет, можно сказать, наука по известному профессору, Нобелевскому лауреату, академику Пригожину. Мы с вами практически переходим в эпоху так называемого переоткрытия времен, когда существует взаимопроникновение гуманитарных и естественно-научных концепций, позволяющий человеку более объемнее, объективнее смотреть на существующий мир и его исследовать. Соответственно, находить возможности, в том числе управления своей сущностью, оказывать содействие и взаимодействовать с другими такими сущностями, которыми являемся мы, человеки, на этой земле, в этом пространстве и времени. И, соответственно, мы должны для себя определять какие-то опорные точки, которые позволяют нам более четче видеть картину. Так, в истории человечества, ну и по настоящее время, существует такое необъективное понимание сложившегося конфликта между мужчиной и женщиной. Или, наоборот, союза. Вот об этом и хотелось бы поговорить сегодня. А, прежде всего, объективно посмотреть на те вопросы, которые связаны с противоречиями, возникающими между мужчиной и женщиной. Есть расхожее такое понятие, которое мы знаем в нашем мире, о том, что есть мужская логика, есть женская логика. Ну, давайте сразу исключим этот вопрос и скажем, что логика не бывает ни мужской, ни женской, ни зеленой, ни серобаркозявчатой. Она либо присутствует, эта логика, либо отсутствует. Также мы слышим такие расхожие слова. Ну, это же мужчины, они поэтому себя ведут как дети. Хотя это понятие сложилось в последние времена, может быть, в последние 50-60 лет. Потому как, как минимум, до так называемой эмансипации женщины, есть такую в культуре нашей, уже современной, женщина, не знаю, к счастью, либо к сожалению, она находилась в другом положении по отношению к мужчине. И даже не имела права голосовать на выборах, либо участвовать в каких-то публичных собраниях. Это не воспринималось обществом как естественное. Хорошо ли это плохо? Это вопрос второй, и я не берусь его судить. Хотя мне, как кажется, то, что и мужчины, и женщины должны обладать фактически равными правами. И вот почему мне так видится. Давайте рассмотрим одну из таких историй, которые, наверное, начнем с шутки. Когда Господь создал Адама, своего друга, с кем он мог разделить радость о создании мира. Он почему-то подумал, что Адаму скучно, и решил ему создать спутника, женщину. Когда Адам уснул, Творец взял его часть, часть ребра, и создал женщину. Когда Адам очнулся, Творец его спросил. Адам, как ты себя чувствуешь, имея в виду его состояние здоровья? На что Адам сказал, чувствую я себя прекрасно, Господи, а вот предчувствую меня нехорошим. Это, конечно, шутка, но с этой шуткой связана известнейшая библейская история. История, связанная с грехопадением человека и изгнание Адама и Евы из Эдемского сада. В то пространство и время, в которое мы с вами пребываем. Здесь очень интересно было бы рассмотреть этот вопрос с нескольких точек зрения. Мне в свою бытность доводилось писать научную работу в виде реферата, которая так и называется «Христианское представление на пространство и время». Я думаю, что в этой передаче тоже стоит затронуть некоторые аспекты. И это, мне кажется, будет любопытным для уважаемого слушателя. Так вот вопрос Адама и Евы, изгнания их из Эдемского сада. И, как уже сложившийся стереотип, многие считают, что грехопадение человека произошло через его женщину, через Еву. Но возникает тонкий момент. Да, Ева была искушена змеем. Оружием дьявола, по сути, самим дьяволом. Противником Бога. И в дальнейшем она предложила вкусить плод запретного дерева, древа познания добра и зла Адама. И когда Господь спросил, вкушали ли с этого древа плод, то Адам что и сделал? Он сказал, мне Ева дала. То есть он всю вину и ответственность перенес на свою женщину, за которую фактически он должен нести ответственность. Женщина сказала Ева, что мне этот плод дал змей, свалив, соответственно, свою вину на дьявола. И если рассматривать правовой момент, ведь запрет был и Адаму и Еве вкушать с этого древа. То есть любые плоды употребляйте в пищу, а с этого древа плод не вкушайте. Получилось так, что и Адам, и Ева свалили вину, сняли с себя вину. То есть никто из них не раскаялся, не попытался попросить прощения у Бога. То есть не совершил акт покаяния, а покаяние слово, то есть правильно воспринимаем на русском языке, как изменение. Никто не попытался изменить ход событий, откатить эти события через такой акт, как прощение и получение милости и милосердия Творца. Помилование на своей сути. Это первый момент. Второй вопрос, который возникает, я говорю, я сложу стереотип о том, что именно через женщину совершилось грехопадение человека. Но тут вопрос возникает. А чем занимался и чем занят был Адам, и почему его женщина, его жена, Ева общалась со змием? Где был он? Почему он ее не оградил от такого действия? Поэтому, как видится нам, не стоит возлагать вину за грехопадение только на женщину. Это вина обоюдная. И это понимание должно всегда быть в душе у нас для того, чтобы те конфликты, которые возникают между мужчиной и женщиной, прежде всего, близкими людьми, они разрешались путем компромисса и, так называемой, солидарности. Когда оба вместе и радуются, и находятся в печали. Это очень важно. Важным также является и то, что женщина не может находиться ниже статуса мужчины. Ниже статуса человека, ибо женщина также является человеком. Хотя пытаются некоторые разделить, что человек – это мужчина, а женщина – это женщина. Даже в некоторых славянских языках, например, в белорусском языке, мужчину называют человек, а женщину – лудина. Вот такой вот стереотип, он залег глубоко в отношении между мужчиной и женщиной. И, соответственно, это породило определенные конфликты. Потому как мужчины оказались на стороне консерватизма, консерваторов, поддерживающих, примерно, традиции женщины, на стороне либералов, которые пытались найти для себя равенство. Нет, естественно, у мужчины и у женщины свой функционал в этой жизни. Но есть то общее, то главное, которое их и делает единым целым. Одно из главных событий, тоже отмечено в Библии, когда Адам, будучи человеком, получил от Господа Бога, от Творца, право назвать всех животных и птиц своими именами. Льва он назвал львом, вала – волом. Но тогда Адам был единый человек, из него еще не была выделена женщина. И это очень важный правовой вопрос, относящийся к тому, что в тот момент, когда Адам называл зверей, в нем присутствовала другая его часть, часть женщины. Поэтому женщины обладают таким же правом, можно сказать, царственным правом, как и мужчина. И они в данном вопросе равны. Это очень тонкий вопрос, тонкая грань. Кажется кому-то простой, но она очень важна. Она относится к архаическому коду. И его воспонимание, его применение позволяет избегать конфликтов, прежде всего между мужчиной и женщиной. Ибо между ними должен быть союз. Союз, составляющий единое целое. И это единое целое должно творить в этой жизни, помогать Творцу, быть Творцами. И, соответственно, иметь чистую энергию, энергию любви между собой. Кстати, слово «любовь». Как его воспринимаем мы? Да, мы знаем такие понятия, что любовь – это некий химический процесс между мужчиной и женщиной, благодаря которому возникает жизнь. Но пускай так. Химические процессы происходят действительно. Но это не первопричина. Это, скорее всего, следствие. Следствие действия чувства и энергии. То, что любовь – это энергия, это однозначно. Есть такое употребление слова «любовь», как «Бог есть любовь». И Святой Дух есть любовь, который дышит, где хочет. Такое и есть понятие. И это очень важно. И высказывание апостолов того же Иоанна Богослова «Любить этот друга». В заповедях, которые Иисус Христос дает людям, Он говорит неоднократно о любви. О любви к ближнему, о любви к родителям, о любви к Богу, о любви к Отечеству. Сам Господь, обращаясь к человеку, говорит о том, что человеку дашь свое сердце. Что об этом понимается? Господь дал свободную волю, установил закон, ибо сам обладает свободной волей. Но Он предлагает не нарушить эту волю, а добровольно человеку полюбить Бога, то есть отдать свое сердце, взамен получив любовь к Богу к нему. То есть это взаимность. Вот любовь обладает таким качеством, как взаимность. Давайте переведем это слово на наш славяно-арийский язык. Хотя это и есть наше слово, только оно составное. Давайте понятие, которое вложено в это слово, расшифруем. Любовь состоит из двух корней. Люб, ЛБ, и Ова, Ева. Мы знаем, что Ева, первая женщина-дама, ее имя очень просто, и просто переводится, как жизнь. ЛБ нам также понятно. Вот есть то место, которое мы называем еще по-славянски Чело. Отсюда слово человек. Дословно перевести, как ОВБ, ЛОБ. Это светлая жизнь. Любовь – это светлая жизнь. ЛОБ – это свет, чистая. Ева, Ова – это жизнь. Как и человек. Светлый век. Ибо человеку отведено жизнь на земле, его день на земле равен веку. При этом век – очень растяжимое слово, хотя мы знаем, что сейчас установлен век в сто лет. Раньше века по календарям выстраивались от начала правления того или иного царя, либо иерарха. И таким образом выстраивались исчисления календаря. Сегодня мы живем тоже по календарю, который имеет исчисление от Рождества Христова. Либо от сотворения мира, при этом в разных народах сотворение мира происходит в разные даты. Отсюда и разница в календарях. Так вот, мы разобрали слово «любовь». Есть слово, которое противоположное слово «любовь». Я скажу, может быть, это послышно, что это матерное слово. Да, оно такое слово есть. Это слово «блять», которое дословно переводится «нечистое». Или слово, которое мы знаем в Левотино. Нечистая вода дословно. Дословно. Эти слова, которые наоборот являются противоположными. Слово «любви». По любви Господь, Творец, устроил так, что человек не был уничтожен, нарушив его закон. Многие почему-то считают Бога в бессердечности, в бесчувственности. на самом деле это не так. Это обман. Потому что Бог есть любовь. А вот неправильное восприятие любви, ее искажения, подмена любви, что мы видим сегодня. Когда мы смотрим на телеэкраны в виде кино, видим нелюбовь. Мы видим отношения интимного характера, которые больше похожи на простые животные отношения, которые имеют свои подоплеки, так называемые химию. Но это не любовь. Любовь, она всегда жертвенна. Любовь это солидарность, это взаимодействие, это служение друг другу, это трата своего времени, энергии, эмоций, чувств, много-много другое. О чем наш известный поэт-философ Владимир Высоцкий пел в песне «Я поля влюбленном постелю», где он приводит такие слова, что тонкая протянутая нить между влюбленными, которая есть, людьми. И ради этой нити и этих чувств они готовы пожертвовать всем, даже своей жизнью. Да, вот так мы можем любовь описать, готовность пожертвовать собой ради друг друга. Это и есть высота этой любви. По любви Господь не стал уничтожать человека, ведь можно привести простой пример, когда был создан человек, Господь сказал ангелам поклониться человеку, потому что человек создан по образу и подобию Божьему, но еще не обладал понятием той силы, которой наделен человек. Единица, один из сильнейших ангелов, отказался это сделать, пошел против воли Божьей и стал его противником, то есть дьяволом и отпадником и избрал для себя вмещение Бога, объектом которой стал человек, мужчина и женщина. По сути, произошел правовой акт, направленный Деницей против Бога любви. Но в чем заключается милосердие Божье? Через правовые вопросы было создано новое пространство. Господь не стал уничтожать человека, как предлагал Деница, что надо его уничтожить и начать все заново. Ведь Господь всемогущий, видишь, Он знает все наперед, ибо Он хозяин безвремения, вечности. И Господь создает новое пространство в виде времени, о котором рассуждал в свое время блаженный Августин, что есть время. Возможно, что это есть не что иное, как растяжение души. Очень интересная формировка. И человек из Эдемского сада, из сада вечности был помещен во время, где есть страх, есть незащищенность и главный фактор времени смерть. Смерть как акт окончания пребывания в пространственной временной матрице и перехода в другую матрицу. Так человек был помещен на землю в это пространство и время по милосердию Божьему. Есть не что иное, как акт любви, ибо Богу не нужно было быть справедливым. К чему это? Главное бореть за справедливость это дьявол, который пытается рассуждать, что справедливо, что не справедливо. Богу это не нужно, ибо Он милосердный. Он есть закон, закон любви, но у любви есть в том числе чистые энергии, есть в том числе и другие особенности, характеристики, как закон действия обратной силы любви, когда человек, совершающий определенные проступки и деяния, оказываясь в новом пространстве без времени, эта любовь сжигает сам сновой себя. Это говорит о том, что мир, в котором мы находимся, в этом пространстве и времени, мы его создали вместе с Творцом. Мы также за него ответственны и подлежим действиям тех законов, которые мы же и установили. Закона любви. Помните об этом, друзья мои, подумайте о том, о чем мы вам рассказали и любите до друга. Мужчины любите женщин, а женщины любите мужчин. Никто не должен быть брошен, тогда у нас не будет неэмансипации, у нас не будет горделивости мужчин, эмансипации женщин, горделивости мужчин в своем превосходстве, у нас будет именно то необходимое равенство мужчины и женщины, где каждый пребывает со своими характеристиками и своем достоинстве. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин